Секундочку. Всем привет! Села на прямой эфир и чувствую, руки сохнут. Думаю, сейчас меня будет это беспокоить вообще весь эфир. Не смогу, буду об этом только думать, думать и думать. Приветствую вас всех. Я запозднилась, потому что допоздна непонятно, чем занималась. Добавляйтесь, ребят. Вот, теперь можно. Покрыла. Знаете, ой, слушайте, это вообще. Вот взяла, мне вчера журнал Эйд пришел. Уже его бесплатно раздают. И пришел в ящик. И там, знаете, вот как в детстве. Я помню Космополитен. Космополитен, Натали журнал. Там кремчики маленькие, пробнички были. И духи. И вот, как я тут натирал свои ручонки, этими кремчиками мазался. И вот я вчера сыграла с этого Эль крем. И вот, говорю, села на эфир, руки сухие. Вода ужасная у нас. Просто вода тебя все стягивает. Вот так вот просто. И помазала сейчас руки кремом. И тут же, тут же меня покрыла волшебная целлофановая пленка. Которая сделала мою кожу как будто бы очень гладкой. Такой визуальный, тактильный эффект гладкости. Понимаете, как это вот тут же покрыло. Все, короче, кремы содержат одно и то же. Оки-доки, череоки. Ну, давай включать. No way. Слушайте, друзья, я выставила. Нет, почему? А, все, покачину, потому что я немножко блонд. Я выставила на запись камеру для YouTube. То, что говорите, что я не записываю, что я не записываю. И хочу я начать с такой темы. Знаете, вот у вас наверняка есть такое, что вас бомбит. Вот прям вот взрывает ваш мозг. У меня это слово, словосочетание. Но ситуации бывают разные. Но ситуации бывают разные. Ну, что ты там не давай, берись за дело, за все. Но ситуации бывают разные. Вот меня просто это взрывает. Это взрывает мой мозг. Вы скажете, почему? Почему у тебя это взрывает? Я вчера написала пост про женщин-собак. На YouTube не знаю. Говорю на YouTube, что написала на Instagram пост про женщин, которые превращаются в собак. Я очень много над этим размышляю. Я разговариваю с мужем. Я слышу ответ адекватного человека. Мой супруг адекватный, здоровый человек. И поэтому я слышу адекватный, здоровый ответ. Я написала о том, что женщины превращаются в замужестве в собак. Вот эта вот собачка сидит, вот она на своего хозяина глазками вот так вот смотрит, лук-клук, и готова выполнять все его команды. И эта собака никогда в жизни не пойдет гулять, потому что ей хочется писать, на травке побегать, там мне все свои дела сделать, или с другими собаками покувыркаться. Она не пойдет. Она пойдет гулять только тогда, когда ее отпустят. Так вот я написала о том, что женщина с замужеством или с отношениями превращается вот в эту собаку. И вопрос второй. Хочется ли женщине быть такой собакой? Вы знаете? Да, большинству хочется. Потому что собаке – это большая привилегия иметь хозяина. Собаке нужен хозяин. Кошки нет. Ну, я сама тут, да. А собаке нужен хозяин. Ей надо смотреть в эти глаза. И когда я вот выразила свое мнение о том, и выразила я его не для тех, кому хорошо в собачестве. Вот давайте сейчас вы меня услышите. Кому-то очень сильно нравится. И они имеют на это полнейшее право. Кому-то очень сильно нравится служить в доме. Служить овчарка будет верно. Мыть унитазы, стирать, убирать. Отпрашиваться к подружкам. Вот только вот к подружкам отпроситься. К танке не пущу, к Машке на пять минут. Стоять около плиты, готовить после работы. Это вообще самый кайф, когда ты придешь к лошади, там, с завода, грубо говоря, какого-то, да. И встаешь к плите, потому что у тебя там дома муж и ребенок, они пришли раньше, но они же не будут готовить. Кому-то это нравится. И я ни в коем разе сейчас не пытаюсь вот тех, кому нравится такая жизнь, отговорить и сказать, давайте-ка все будем кошками. Нет, это не к вам. Моя речь только к тем женщинам, которые уже смекнули. Вот у них тут тумблер здесь, бум. Что-то творится не то. Что-то я не хочу себе такую жизнь. Что-то я не хочу служить овчаркой на границе. Вот мое послание сейчас к вам объяснила, да? Так вот, вчера у нас прям так, я даже до конца документарий не читала, там прям война, все, начали все ссориться. Вчера сказали мне, что, Юлиса, ну ситуации у всех бывают разные. Девочки, мальчики, запомните вот одно. Вот я, может быть, я могу тут паясничать, калоунасничать, но я вам скажу сейчас вот золотую фразу. Вот запомните, запишите, передайте своим детям. Если вы хотите изменить свою жизнь, запомните. Ситуаций разных не бывает. Ситуации бывают только те, которые мы делаем сами. Но, такая ремарочка, но, пункт отправления у всех разный. И вы скажете, что он нанесет, какой пункт отправления? Объясню. Отталкиваемся мы от той ситуации, которая нас принесла жизнь. Да, вот мы родились в семье богача или нищеброда. Это как в игре. Мы отталкиваемся. От этого и движемся дальше. Вот когда мы начали двигаться дальше, я понимаю, что мы родились в какой-то определенной семье. Мы детки, нас взращивают. Мы не можем еще ничего менять, ничего делать. Мы развиваемся вот в этой ситуации, которую нам предложили сверху. Ну, как-то вот так вот, блин, родилась я в такой семье. Мы развиваемся, развиваемся. А потом что происходит? Становление личности, когда она отталкивается и идет вперед. Так вот, вас в пять лет никто замуж не выдает. Окей? Вы оттолкнулись, пошли дальше и выбираете свой путь сами. И ситуаций разных не бывает. Бывает та ситуация, которую вы выбрали сами. Решив в своей голове, что ты должна служить. Или что-нибудь еще. Или должна быть и замуж за него. Или должна вообще быть и замуж, и родить одного ребенка или двух. Ты сама это решила в своей голове. Но мы с вами привыкли на кого-то вечно все сваливать. Человек это такая сущность, а мало людей, которые скажут, я вот поставила себя в такую ситуацию, вот я оказалась в этом болоте, в этой ситуации, потому что я была не умная. Я была глупая. Это, наверное, только я могу сказать. Вот честно признать свои ошибки, я была дурой. Я четко понимаю, что я была тряпкой, я была жертвой. И я себя поставила в эту ситуацию. Я сделала выбор. Так вот, запомните, не бывает разных ситуаций. Я знаю, что я кому-то сейчас наступаю на мозоль, просто уже там кровяной мозоль. Потому что кто-то сейчас сидит в полнейшем дерьме, который не нравится. Я говорю в дерьме эмоциональном. Мы не трогаем сейчас финансы вообще. Эмоционально. Вас не устраивает что-то, как вы живете, как к вам обращаются. Вы уже поняли, что-то творится не так. И тут такая Lady in Red говорит, да вы сами это выбрали. Да вытаскивайте себя сами. Но, Юлиса, ты знаешь, ситуации бывают разные. Это ваша отмазка. Покуда вы так говорите, вот покуда вы сваливаете вину на ситуацию, что вас взяли вот за шкирку и поставили в эту ситуацию, ваша жизнь не изменится. Вот даже вот не мечтайте. Просто идите спать, вот и все, и продолжайте дальше вот так вот тухло жить. Брать на себя ответственность за свою жизнь. У меня был тысяча и один выбор. Как учиться мне в школе? Я не хотела учиться в школе. Со мной никто не мог ничего сделать. Я не хотела учиться в школе. Это был мой выбор, не учиться в школе. У меня был выбор, что делать после школы. В какой институт поступать? За кого замуж выходить первый, второй, третий, четвертый раз? Этот выбор сделала я. Меня не заставили. Вы понимаете? Так вот я сделала выбор свой на основе своей энергетики, которая в тот момент жила во мне, на энергетике жертвы. У меня, знаете, что я сижу вот в комнате, вещаю вам, а в это время у меня ребенок обычно валяется в постель. Видимо, какие-то слова долетают до него, жертва. И вот, допустим, мы когда с ним идем гуляем, я что-то говорю там, ой, что-то я хочу домой, там устала или что-то еще. Он говорит, о, жертва, жертва, включила жертву, жертва. Говорит, он что-то, знаете, как попугай. Услышал краем уха, к чему относится, что, как непонятно, выдает все. А вот, эфир я записываю, да, на YouTube. Поэтому я хочу, чтобы вы вот сейчас просто поймали вот эту вот мою мысль, проживали ее. И главное просто прийти к такой мысли, что да, действительно. Ну, действительно же, вот был когда-то такой момент, вот отмотать всю пленку назад, отмотать, 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 и вспомнить тот день, вот прям вам задание такое, медитация такая, да, работа с мозгом. Отмотать пленку назад и вспомнить тот день, когда мне сказали взрослой тете уже, вот когда вы начинали свои отношения, да, когда мне взрослой тете сказали, что ты не пойдешь к подругам. Когда мне сказали взрослой тете, которая хотела купить тебе вот эту блузку, сказали, что нет, тебе эта блузка не нужна. Когда это произошло и когда ты проглотила это? Вот вспомните, вы прямо лягли сегодня спать и вспомнили. Когда это произошло? Вы начнете распутывать этот клубок, цепляться за эти ниточки. Да, было такое, да. А потом вот он сделал то, а я прям молотал, да, да-да-да-да-да-да-да-да. И вы поймете, что не ситуация такая, скотина, которая вас поставила, это вы себя туда затащили. И еще раз хочу сказать для всех тех, кто верно служит своему мужу, я не обращаюсь сейчас к вам. Если вас устраивает то состояние, в котором вы живете, и состояние служебной овчарки, продолжайте в нем жить. Это, блин, мне нравится красное, а вам черное, да. Мы не можем об этом спорить. А, пожалуйста, не подключайте сюда религии. Я не понимаю, у нас тоже на религиозную тему в комментариях в инстаграме начался спор. Почитайте ислам. Зачем мне его читать? Не хочу. Для чего? Чтобы принимать какое-то решение, мне не нужна религия. Почему нас поставили вот в эти рамки, сказали, вы придурки, которые не можете сами принимать решения. Если в вашей жизни что-то случилось, открываем Библию, Коран или что там еще у кого-то и начинаем искать ответ на вопрос. Вот и так. Почему? Почему мне, человеку разумному, у которого есть мозг, мозг для того, чтобы анализировать, почему я должна не пользоваться своим мозгом, почему вас заставили, нас, вас, не пользоваться своим мозгом? А для чего он там плещется в этой коробочке? Объясните мне, пожалуйста. Это знаете, как, вот я вчера иду с мужем, говорю, слушай, вот интересно, так у нас руки растут. Ну я же такая, знаете, немножко дурная по жизни. Вот он идет, несет банки. Я смотрю, вот тело, и тут две каких-то палки вот таких торчит. И я говорю ему, слушай, интересно, а почему две палки? Торчит, почему не три, не четыре? Вот кто придумал, скажите, что отсюда торчит две палки? Нет, вот как? Вот почему он, который нас придумал, решил, что две палки нам будет достаточно? Почему не четыре? Четыре ведь удобнее было бы, как бы, да, больше делать. Нет, решили, что две. И вот я иду и накручиваю, развиваю эту тему, почему они там решили за нас, что нам надо две. А к чему я говорю? Когда у вас муж, ребенок, котенок не считает, муж и ребенок в вашем доме, которые имеют эти две палки, это относится только к тем, кто имеет две палки. Имеет две палки, не может ими воспользоваться, не может себе подогреть еду, что-то приготовить, за чего бру брать. Зачем ему даны эти две палки? Они ему даны, сейчас открываю секрет, вот прям вот собаки-овчарки упадут. Почему мы, вступая в отношения, делаем так, что эти палки отмирают у наших спутников или у детей? Почему мы растим своих детей так, что им эти палки как бы непонятно для чего нужны? Эти палки для обслуживания, самообслуживания. Так вот, вы можете сказать, нет, лучше не говорите, это еще в морду получите, вы у себя в голове проиграйте это. Это у меня, знаете, кстати, знаете, у моего бывшего какое выражение было, а он моему так сыну говорил, он что-то такой, а он еще маленький был, сделай мне то, дай мне то, он такой, у тебя руки есть? Он такой, есть, вот и пользуйся. Ребенок такой, ему лет пять, наверное, было. Руки есть? Есть, вот и пользуйся. Чего не пользуешься палками по-своему? Правильно? Вот. И я же говорю, что у меня сейчас у подружки сын поехал в Москву учиться. И дома, ну как бы, ну мальчику 17 лет, ну что-то там может палками своими сделать, ну на 100% не пользуется. Там бабушка приготовит, да, мама. И мама говорит, моя подруга говорит, блин, не знаю, как он там будет готовить, там что вообще, жить в таких условиях. И представляете, что случилось? Он и месяца там не прожил, и он понял, зачем ему нужны эти палки. Пацан просто варит, все делает, устроился на работу. То есть, когда мы не создаем вот эти вот условия тепличные, и не говорим, что у меня вот есть две палки на себя использовать, я еще и за тебя их попользую. то личность начинает развиваться и пользоваться тем, что дано. Пользоваться своим мозгом, пользоваться своими руками. Да? И я к тому, наверное, призываю, чтобы вы не говорили, а вот там написано, что жена должна. Или тот-то сказал, вот женственной женственности, как учит, да? Женщина должна заглядывать в глаза. Почему нас этому учит? Ну, почему нас учат быть с собаками? Ну, вам не кажется, что это просто какой-то общий сговор? Это просто вот все договорились против. Слушайте, я вчера, короче, сегодня проспала, скажем так, у меня есть любимая личность, у меня вообще есть любимые личности, я не слежу за их жизнью, но я их просто люблю, я не знаю почему. Одна из этих личностей Лолита, я ее просто обожаю. Я не слушаю ее песни, у меня нет ее дисков, я ее обожаю вот как личность, вот этот вот стержень личности, просто обожаю. И вчера вышла передача «Секретный миллион» с Лолитой. Я не смотрю, я смотрела очень интересно с Читой Михалковых, обожаю интересных людей, вот с Читой Михалковых, очень у них интересная история. Ну, посмотрите, кому нравится Михалковых, мне просто нравится семья Михалковых. И вот с Лолитой я стала смотреть, там на две части делится эфир, два дня посвятила этому и вчерашнюю ночь. Вы знаете, это я в 55 лет. Вот она каждое слово говорит, это будто бы из моего рта оно раздается, вот каждое. Я думаю, боже, ну, вот это надо послушать девочкам. Ну, не верят-то мне, да, никому. Ну, пусть вот такой личности, которая путь свой прошла, которая самостановление такое прошла, пусть ей поверят. Где она говорит, женщины, никогда в жизни не ведитесь на поводу у мужчин, не бросайте свою работу. Никогда. Вы должны уметь зарабатывать деньги. Растите свою девочку так, чтобы она знала, что вот ей придется работать, обеспечивать себя. Нас же растили как? Даже меня. Ой, внученька. Богатого принца найдешь, жизнь-то будет малинкой. Что ты, бляха, не нашла? А нашла ты придурка богатого. Понимаете? Все, замок мой разрушился. Поэтому, вот буквально недавно, скажем так, да, во второй части моей жизни, я поняла, что я должна сама, 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 сама. И когда ты делаешь это сама, когда ты не… Очень страшно сначала, очень страшно, потому что нам, опять-таки же, нам вдолбили в голову, что только мужчина может зарабатывать большую сумму, а женщина не может. Мы с этой уже мыслью живем, процветаем, так сказать, да, растем, развиваемся. С этой одной мыслью, ну что там женщина может? Уже с детства, ну что там женщина заработает? Это неправда. Это то, что нам вдолбливает мозг, и я не знаю, кому это надо. Это какая-то мировая политика вообще. На самом деле мы гораздо сильнее и живучее мужчин. Женщина может все. Ну да, может быть, физической силы у нее не хватит мешки таскать, но это еще вопрос такой, знаете ли. Есть женщины, которые поднимают штанги, они эту силу развивают. Я сейчас вам не предлагаю поднимать штанги, я хочу сказать, что для женщины нет ничего невозможного. Ничего. Она может вот точно так же протянуть мешок, грубо говоря, да, если вот ей надо будет. Вот если женщине надо будет, она это сделает. И Лолита говорит о том, что женщины, работайте. Никогда ни от кого не зависти. Вы знаете, если вот девочки у вас, среди вас есть такие девочки, которые самой достаточны и не живут за счет своего, даже мужа. Ну, в смысле, у вас там деньги в семье не делятся, но вы знаете, что если что-то случится, вы и сама проживете. Вот скажите мне, пожалуйста, какой это карф. Это реально оргазм по жизни. Когда ты понимаешь, что ты из-за денег ни с кем не будешь жить, ты из-за денег не будешь себя ломать, тебе ничего не страшно, потому что ты сможешь себя содержать. Девочки, это наивысший оргазм, который только можно вообще себе придумать. Никакие там физические оргазмы с этим не сравняться. Когда ты вот, вот оно у тебя вот это вот внутри, вот оно карф, понимаете, карф. И ты ведешь себя иначе. Но случается в нашей жизни так, что даже такая самостоятельная, независимая женщина, влюбляется. И тут все. Меркурий там зашел куда-то, как там вы говорите, ретроградный Меркурий, да, у меня что-то не то, что там случается, я какая-то такая дала мне. Есть такое слово, ретроградный Меркурий? Короче, случается, ваши шторки задернулись, и вы влюбляетесь. Почему я привела пример с Боней? Еще раз говорю, что ни в коем случае не сплетничаю, уважаю, вообще просто уважаю всех, кто чего-то добивается. И она работяга, добилась, молодец. Просто вот как историю, как вот пообсуждать сам вот этот фудфакт. человек влюбился, у нее все есть, она независима, ей не нужно вот это вот быть собачкой. Человек влюбился, который, ой, он звонит, я должна ответить, я должна ответить. Я на съемках, я на съемках. А что, нельзя выключить телефон и подождать, пока вы отснимаетесь, а потом ему ответить, то есть, вы понимаете, там уже какой-то конфликт возникает. Вот я просто сразу поймала, там уже конфликт. Так вот, смотрите, для чего я это говорю. Вот с этой вот отправной точки Вика начинает строить другую жизнь. Вот с этой отправной точки. Она согласилась с тем, что она должна отвечать на телефон, я говорю, наверное, потому что она говорит, он меня никуда не пускает, он как бы вот там контролирует. Вот, это она согласилась, она согласилась, ты согласилась. У тебя есть всегда выбор. Расскажите мне правила вашей игры. А-а, они мне не нравятся, они играют. Я не играю. Но когда ты влюбляешься, когда ты не можешь контролировать это, ну, ты становишься дурой. Что сказать? Через два года Меркурий твой, там, планеты изменят свое положение, ты такая, что это было? Я сейчас не шучу, девочки, у нас так, у нас реально так. Что это было? Это была я? Вика, ты чего себе? Ну, Вика, Маша, ты чего себе такое позвали? В смысле? Понимаете? И мне нравится, как вчера Лолита говорит, слушайте, такой кайф, прийти домой, никому ничего не должен. Лолита, вы чувствуете пустоту в доме? Нет, все, абсолютно что. Самодостаточный человек никогда не будет чувствовать никакой пустоты. Человеку не нужно, чтобы его кто-то развлекался, человек самодостаточный. А если человек живет за счет другого человека, не только финансово, я опускаю, эмоционально. У нас, мы, многие из нас живут эмоционально за счет другого человека. Мы думаем, что нас кто-то должен развлекать, нас кто-то куда-то должен. Понимаете? Это называется эмоционально жить за счет другого человека. Вот такие вот дела, друзья мои. Поэтому, благо сейчас есть интернет, и благо сейчас работы появилось достаточно много, но и забралась работа. Где-то я вчера видела, где-то я видела... Вы знаете, что был раньше, по-моему, в Англии человек-будильник. Не было будильника. Когда человек ходил с палочкой и стучал в окно, будил людей. Представляете, какая работа была? Говорят, да, но без психолога она не обошлась. Я вам сейчас объясню. Вы знаете, если, допустим, что-то у меня случится, я тоже без психолога не обойдусь. Дело в том, что когда с нами случается... Это вот я говорю как психолог. Любая ситуация, любая, мы ее не видим со стороны. Чтобы разобрать ситуацию, надо увидеть ее со стороны. Мы варимся в том, что случилось. Мы именно варимся, закипаем, бурлим, перевариваем. Это вот именно на энергетическом уровне вот так. Мы не можем выйти отсюда рядом и посмотреть, что мы творим. Не можем. Для этого нужен психолог, который вытащит вас и заставит посмотреть на вас же со стороны. И когда вы это увидите, вы скажете, ёпперный театр, да ну, да, 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 да. И вам будет легче решить ту или иную проблему. Так вот, у психологов устроено все внутри то же самое. Нервная система, импульсы, реакции, все то же самое. Звание психолога не лишает его вот этих вот реакций, которые имеет каждый человек, понимаете? И когда с психологом случается проблема, психолог не может себя вытащить из вот этого состояния и посмотреть со стороны. Поэтому знаете, что делает психолог? Психолог ходит к другому психологу. А еще знаете, что интересно? Вот всю жизнь я такого 18 лет проработала фитнес-тренером. Каждому фитнес-тренеру нужен свой тренер. Вы не поверите. Потому что со стороны виднее, понимаете? Поэтому не надо говорить, что она же психолог, значит, у нее никаких проблем не должно быть. Да с какой-то стать. Это ее звание, но она человек. Она человек со всеми... Да все мы внутри, конечно. Вы что думаете, что я внутри не нежная, не слабая? Не производит впечатление Лолита счастливой женщины. А вы знаете, я тоже не произвожу впечатление счастливой зенсины, как мне пишут. Ну, все думают, что у меня тоже там вообще такая труба, поэтому я такая агрессивная. Но мне как бы все равно, какое впечатление я произвожу для вас. Вот, ну, как бы серьезно. И я думаю, что Лолите тем более все равно. И знаете, когда мы видим успешную женщину, которая сама себе зарабатывает, которая ни от кого не зависит, нам очень хочется, чтобы она, ну, хоть в чем-то была неуспешной. Поэтому мы говорим, посмотрите на ее печальные глаза. Поверьте, не обижайтесь, дорогой комментатор, честно, не обижайтесь сейчас на меня. Я это все в школу уже прошла, меня уже просто вокруг носа так не обманешь. Я помню, у меня были годы... Ну, вот сейчас, допустим, у меня спокойная такая жизнь. Не могу сказать, что всплеск эмоций. А, я счастливая сейчас. Нет, у меня как бы все спокойно. Но у меня были годы ранее, когда вот я действительно чувствовала вот так себя. О, Боже, как классно все. И знаете, что мне писали? Какие-то у тебя есть глаза собачьи грустные. Какая-то это грустная. Человек не может переварить успех другого человека, особенно женщина. Ну, я говорю про женщину. Не может. Пусть это значит, она пьет, она несчастливая, как женщина. Ой, у меня есть подружка. Слушайте, я не знаю, Ксюша, если ты меня будешь смотреть, привет. У меня есть подружка со школы. Она живет во Франции. И я ее могу описать вот так вот. Вот смотрите. О, путешествие. О, Боже мой, как все красиво. О, как жизнь замечательная. Я люблю жизнь. Все. И она вот у нее, все фотографии вот такие вот. Такая жизнерадостная. Она вот классная. И когда я все время смотрю на ее фотографии, я вот вижу, как вот так вот все, блин. Она вот все время в таком настроении классном. И она мне пишет недавно. Вот сейчас, говорит, сучка, представляешь, завела свой блог в Инстаграме. Она, кстати, очень интересно пишет про Францию. Если вы захотите, я дам потом мой профиль. Она вот только его завела. Прекрасно пишет, интересно, захватывающе, смешно. Она говорит, только завела свой профиль. Говорит, представляешь, уже написали, что я свою жизнь живу зря, потому что у меня нет детей. Я говорю, о, да. Говорит, да. А если бы у тебя был один ребенок, тебе бы написали, что жизнь живешь зря, потому что не родила второго. Да. Она, как ты это все терпишь? Я говорю, вот так, я привыкла. Потому что вот она вот показывает, что вот мы там поехали туда. Но она интересная, не то, что мы поехали туда, а интересная рассказывает вообще о жизни во Франции. Человек состоялся. Человек сам себя слепил. Она такая интересная личность, она сама себя слепила. Когда мы там гуляли в школе, просто гуляли, она сидела, учила французский, понимаете? Но смотрящий человек и читающий, как ей весело жить во Франции, не может перенести этого. Это все происходит на безсознательном уровне, не специально. И он ей пишет, что ну и шо? Ну и ты состоялась как женщина, да? Детей у тебя нет. Ну и шо ты там в своей Франции? Понимаете? Ну и шо ты там в своей... Без детей-то как ты можешь быть в своей Франции счастлива? Вы понимаете? Поэтому давайте мы с вами будем разбирать какие-то ситуации, не обсуждать людей, счастливы они, несчастливы. Почему? Вот я, допустим, сказала сейчас про Викторию Боню и сказала, я ни в коем случае ее не обсуждаю. Я обсуждаю ее ситуацию. Вот мне просто вот выдернуть из контекста, из этой личности ситуацию и донести до вас, да? Какие у нее глаза? Как она выглядит? С кем она ж... Это ее дело. Такое же, как и лолить нас. Выпить, не выпить, пожрать картошки жареные или не пожрать. Это не касается нас. Мы берем ситуацию, где она говорит, блин, да я понимаю, что вот надо быть самостоятельным. Не надо помогать мужчине, девочке запомнить, не надо никогда когда помогать мужчине. Мы занимаем эту позицию мужика. Она так и говорит, я классный мужик. А что я? Я классный мужик. И всем помогать. Да. Все абсолютно молодцы. Вот такие вот дела, друзья мои. Ну, давайте мы уже не будем возвращаться к теме вебинара. У меня есть такие удивительные люди. Здравствуйте, добро пожаловать. Да, вы только что подключились. Я понимаю, у меня есть удивительные люди, которые приходят через 30 минут эфира и говорят, а что тема какая? А что вы, да, а что Боня? А что до этого говорили? То есть, так, ребята, внимание, начинаем все сначала. Да, для вас. Нет, ну, окей. Кому интересно, выключат потом эфир и пересмотрят все заново. Хорошо? Давайте я отвечу на ваши вопросы. Пока вы мне будете писать вопросы, я сделаю важное объявление. Внимание. Завтра у нас начинается группа Здравушка. Вы получаете тренировки, 19 разных тренировок с доступом на сайте на год. Группа Здравушка это совершенно безопасные тренировки без приседов, без ланчек, без прыжков, которые могут поменять ваше тело, не нанося вред суставам. У меня занимаются беременные, у меня занимаются протрузиями, у меня занимаются лежачие. Ага, сейчас собрала, лежачие не занимаются, но почти что лежачие. Да? Здравушка. И курс начинается в понедельник. Вам приходит, вы оплачиваете по ссылке в шапке профиля в инстаграме, нажимаете на ссылочку, там написано «Жми ссылку» и нажимаете, потом нажимаете на кнопочку Здравушка, переходите, оплачиваете, и вам автоматически приходят на почту уроки. А у нас еще есть группа, профиль, которая называется Здравушка, нижнее подчеркивание, вы можете написать, я вам скину. Так вот, там я буду давать лайфхаки, вести прямые эфиры, с вами будет общение, все это буду делать, я буду отвечать на ваши вопросы. Это все будет длиться в течение месяца. Почему я сделала вот такую группу на месяц? Потому что у меня есть огромное количество людей, и во главе из них Катерина Савченко из Таги, которая имеет троих детей, и просто все никак не может себя взять в руки, чтобы начать заниматься собой, и мы решили устроить такую вот месячную здравушку, где будем друг друга подстегивать, потому что приводить себя в порядок в команде гораздо веселее и интереснее. Одно сложно. Мы будем говорить о питании, никаких диет не будет, то есть я буду рассказывать процессы всем, как можно кушать и не следить за своим питанием и не поправляться. Это тренировка также для тех, кто не хочет худеть, услышали меня, кому не надо худеть, только подтянуть свое тело. Ваше красивое лицо зависит от вашего тела. Молодость не бывает кусками, частями, то есть не бывает так, что вот я хочу омолодить свое лицо, а тело там, ну как бы я же раскрываю, так не бывает. Все у нас взаимосвязано, поэтому мы должны заниматься телом и лицом. И вот этот месячный курс подтолкнет вас, сделает вам привычку заниматься уже в течение года. Окей? Смотрите, если у вас нет, вы сейчас не хотите ничего оплачивать, но хотите посмотреть, что мы там, собственно говоря, делаем, вы можете перейти на сайт, через нажать на ссылочку в шапке профиля, нажать на кнопочку Здравушка, перейти на сайт, там одна бесплатная тренировка. Вот посмотрите, как я тренирую, то есть вы должны убедиться, что это происходит и весело, и не опасно для здоровья. и вы можете посмотреть мой прямой эфир в Здравушке, в группе Здравушка, где мы с вами будем говорить о питании, а потом, если захотите, вы подключитесь к нам, хорошо? А кому нужна будет группа Здравушка, напишут мне в директ, Ютубу говорю, что я сейчас общаюсь на Инстаграме, напишут мне в директ Инстаграма и я скину ссылочку на Здравушку. Договорились? Не знаю, в спортзалах вижу женщин с идеально накачанной фигурой и старым лицом. Вы знаете, когда идеально накачанная фигура у женщин, если мы говорим о идеально накачанной фигуре, скорее всего эти женщины прибегали к сушке. Понимаете, у нас подпутали наши понятия и сказали нам, что женщина должна быть сухая с кубиками. Нам тоже, нас запутали. Женщина не должна быть сухая, мне нравится, все вот, все, мне все нравится, но это неправильно, это не есть здоровье. У женщины должен быть на животе жирочек. Он должен быть чисто по здоровью. Это ее продуктивная функция. И поэтому, когда женщина начинает себя сушить, начинает не есть углеводы, со временем у нее стареет лицо первое. Оно такое измаженное очень сильно. Юлиса, можно вопрос не по теме, я не могу найти ответ для себя. Все рекомендуют пить полтора, два литра воды в день, но не лишняя ли эта нагрузка на почках? Одно лечим, другое калечим. Не, Мария, это абсолютно, смотрите, как получается. У нас, мы вообще состоим из воды, да? У нас кровь должна быть жидкая. Когда мы пьем мало воды, кровь густеет, и мы получаем заболевание. Также тромбы могут запросто возникнуть. Человеку необходимо пить воды, потому что каждую минуту, секунду он ее испаряет. То есть мы состоим из воды, но вода в нас не задерживается. Она испаряется все время. Вот мы все-все в порах, я уже говорила об этом, не только на лице, все очень боятся, что вода испарится из лица. Поэтому мы наносим вот такой вот кремчик покупной, где целлофановая пленочка не дает лицу испарить влагу. И это правда. Но извините, пожалуйста, вы типа думаете, что наш организм такой-такой, он только из лица испаряет, или вот он стал испарять из лица, все, видит, что здесь поры закрыты, не испарится, ну ладно, что придется не испаряться. Нет, друзья, испарится из жопы, как я всегда говорю. Лицо закрыто и испарится из жопы. Поэтому все это фигня. Пить воды обязательно надо, надо себя тренировать пить воду. Полтора литра, если вам тяжело пить воды, почки для этого и созданы, чтобы работать, нагружать почки. Вы знаете, когда мы нагружаем и когда мы переедаем белка, который у нас не переваривается. Сейчас я вам скажу, подождите, вот старые мои мысли, воспоминания о спорте, переваривается, суточная норма белка, который переваривается, усваивается, усваивается, простите, усваивается организмом, это 30 грамм. Это не значит, что вы должны куриную грудку взвесить 30 грамм? Нет. Сейчас я вам скажу, даже вот подождите, в 100 граммах, по-моему, куриной грудки 24 грамма белка. То есть то, что мы едим лишнее, белок, он идет нагрузкой на почки. Это да. Вода же, это наша жизнь. Вы не лопнете от воды. Но когда вы вообще не пьете воду, для вас кажется, полтора литра, это очень-очень страшно, это большая нагрузка. Вы знаете, я просыпаюсь, я пол-литра выпиваю горячей воды сразу же, вот сразу же с лимоном. Поэтому я пью около трех литров воды в день. И надо себя тренировать по глоточку, по глоточку, по глоточку. Потому что это очень страшное заболевание, когда у вас кровь густая. Это очень страшно. И жидкость-то испаряется, а вы ее не пополняете. Интервальное голодание. Вы знаете, я сейчас ее практикую, вот сейчас 12-й час, я еще не ела. Но не потому, что об этом говорят блогеры, и это очень модно, и это очень круто. Нет, я больше ничего не делаю, так, как говорят блогеры. Все, это уже заброшенная тема мной. Я сейчас на интуитивном питании в первой половине дня, а во второй половине дня я тебе сказала, что я ничего не ем после пяти, максимум после шести, потому что в четыре даже часа начинает очищаться печень. У нас, внутри нас заводы, которые работают, и которым нужно дать прерыв. Будучи спортсменкой, я жрала и на ночь, для того, чтобы держать сухую форму, чтобы организм все время работал. Но это как раз-таки очень большая перенагрузка. Поэтому, допустим, в шесть часов я больше не ем, организм сам очищается. Я встаю утром, я утром есть не хочу. Я раньше не хотела есть, но ела. Зачем? Если вот я не хочу в туалет, но я пойду подуюсь, да, ну как бы вот, ну то же самое с едой. Если мне комфортно, мне комфортно есть в одиннадцать часов первый раз. Мне комфортно, мне хорошо. Я не набрала вес от этого. Нет, абсолютно, это все мифы. И все. Поэтому у меня получается сейчас интервальное голодание. Мне очень в этом комфортно. Я об этом буду говорить на здравушке. Поэтому, пожалуйста, приходите. Слушайте, у нас вроде такая психологическая тема. Меня тут спрашивают, как избавиться от папиллом. Не знаю, у меня вот лично отзыв от папиллом мазали стон, стойги, избавились от папиллом. Я лично себе ничего не мазалась. Да, на здравушку можно подписаться, даже если вы опоздали. Я говорю, что доступ тренировок год на сайте. У вас будет свой кабинет на сайте, и год вы будете заниматься. Да, вы сможете тренироваться, если у вас была травма, потому что, еще раз повторяю, у нас будет отведение приведения ног в большинстве. Я вас буду учить тренировать заднюю поверхность бедра, ягодицы, ягодичные мышцы без приседаний. я старая больная курица, которая отдала всю жизнь своему спорту, у которой колени никакие, суставы никакие, поэтому докатились уже до здравушки. Ну, я раньше зато тренировалась, вот, соревновалась я. У меня были соревнования, тренировки два раза в день, штанги, веса, я хотела тренироваться. Вот натренировалась, да, поэтому здравушка именно для тех, у кого болят суставы. У нас вся тренировка будет построена в большинстве на отведении и приведении. И я хочу уточнить, что ни одна тренировка не повторится, то есть это будут 19 разных тренировок с разными упражнениями. Юлия, скажите, пожалуйста, что делать, когда проходишь один и тот же сюжет с разными партнерами и как исправить свою ошибку? Ну, это вообще элементарно. Это вообще элементарно. Это такой вот уже сюжет, который, ну, ты должен понять, что что-то не так. Ты меняешь декорации, а пьеса остается одна и та же. Тебя ставят специально в эти условия, еще раз, чтобы ты проиграл. Это, знаете, вот посмотрите вот эти вот фильмы «День сурка», где вот это вот все повторяется. Ну, это же киношки все прямо нам и преподносят. Вот сиди, я не могу сказать, вот знаете, и что в себе искать, какую ошибку? Откуда же велица знает, какую ошибку искать в вашей жизни? Если вы проиграли этот сюжет и не помогло, повторился сценарий, сядьте и задумайтесь. Значит, в этот раз я сделаю вот так, уже по-другому. И так тыкайте, тыкайте, тыкайте до того момента, пока вы не распутаете этот клубок, только так. Но я вам хочу сказать, что это сигнал сверху, вас ставят специально в одни и те же вот эти вот пьесы, а меняют декорации. Вы переехали. Думаю, сейчас я убегу. Вы переехали, поменяли декорации. А все заново. Ну, точно как в фильме День сурка. Да. Фунтик, мне в августе будет 40 лет. Сейчас 39, да, за меня уже ответили. Страх. Смотрите, страх – это очень сильная вещь. Вот спрашивают, как справиться со страхом? Ну, только вот воевать с ним. Вот ты воин, и страх стоит с саблей. Кто кого? Как бы тут второго, тут второго варианта нет. Кто кого? Может вмешаться психолог и сделать так, что ты поймешь, что ты сильнее страха. Страх – это подсадная энергия, которая потерялась в тебя, завоевала твою территорию, как там сейчас говорят, анорексировала, да, или что там, отжала, ну, чтобы вам понятнее было. Короче, отжала эту территорию и живет у тебя. И говорит, слышь ты, тут я правлю. Ты такой, ну, как бы это, ну, тут я первый жил. Не-не-не-не-не-не, давай-давай-давай. И вот если ты согласишься с этим, что тебя анорексировали, так оно и будет. Поэтому у тебя только сражаться за свою территорию. И знать одно, что ты сильнее, чем страх. Но страх внушил тебе, что нет, ты слабак. Вот когда ты это вот здесь вот поймешь в голове, что никто не может в тебе жить, тогда ты решишь эту проблему. У меня такой, знаете, необычный подход вообще к жизни, да, вот вы, вот что намерет. Я еще смотрю с позиции энергетики просто, потому что все замешано на энергетике. Как убрать жалость к животным? Снова есть мясо. Я перестала есть мясо, посмотрев фильм о какой-то обземляне сейчас на растительном питании. Но я чувствую, что вам не очень комфортно на растительном питании. Какого хрена вы его посмотрели? Вот я вот не понимаю, вот что мы за народ такой? Зачем мы идем за стадом? Зачем мы посмотрели? Мы тоже его кидали смотреть. Мы тоже его кидали. Я не стала смотреть. Вы не понимаете одного. Я очень люблю животных. Просто обожаю. Но с позиции энергетики вы главнее животного. И наше, все наше устройство устроено так, что мы поедаем друг друга. Вегетарианцы, сейчас, наверное, побьют меня, были бы у них руки и через телефон побили бы меня. Они думают, что только вот это животное, потому что вот у него есть такие глаза, да, вот оно дышит, нам оно более понятное, вот это животное. Но вегетарианцы ничего не думают, они не хотят даже думать, что растение – это тоже живое существо. У растения есть кровь. Растение не общается вербально, да, оно общается по-другому. Но если растение – другое живое существо, и нам непонятен его язык, и это невербальный язык, значит, его можно отхреначить и сожрать. Вегетарианцы – такие же убийцы, эти как и трупоеды, да, как они у нас называют, трупоеды, как и мы, которые поедаем мясо. Мы все трупоеды. Вы думаете, что живой мир – только тот, который вам вы привыкли видеть? Вот собачка живая, вот коровка живая, мум. Все, что окружает нас – живое. Я даже больше хочу сказать. Даже камни. И те, кто занимается камнями, они знают, что камни живые. Ну, сейчас вы скажете, это вообще какой-то бред. Камень – это неодушевленное. Нас учили так в детстве. Так вот, человек занимает главенствующую позицию среди вот этого всего животного мира. И он должен есть, чтобы пропитаться. А организм наш очень-очень умный. Когда мы у него забираем животный белок, он реально может жить без животного белка. Реально. Он его начинает синтезировать. Понимаете? Только у одного организма больше силы и мочи, чтобы синтезировать. Ну, это, опять-таки, генетическая какая-то способность. То есть, мы все сами разные. Кто-то легко заболевает, кто-то более крепкий. У кого-то больше раковых клеток, у кого-то меньше. Так вот, у кого организм сильнее, и он вырабатывает вот эти аминокислоты. Человеческая коробочка за счет всего этого и держится, за счет силы. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете способности своего организма? Вот у Васьки, Васьки получилось, а вот у меня не получилось. Я год была на вегетарианстве, тоже хотелось попробовать, насмотрелась, одного красавчика. А у меня сбой пошел, а у меня нет столько мочи у организма, чтобы это все вырабатывать. А у меня все суставы полетели. Я вот только мужу рассказывала. Я не знаю, что в жизни больнее, но схватки все-таки больнее. Вы знаете, как делать между позвонками уколы? Это ад. Это я просто в обморочном состоянии. Я вот вспоминаю, у меня же вспотела тут же моя нервная система. Это ад, когда тебе делать между позвонков укол со специальной жидкостью, которая будет наращивать вот эту вот коллаген, коллагеновую прослойку. За год всего лишь на вегетарианстве, причем я ела яйца, я потеряла полностью все свои коллагеновые прослойки. Я не могла ходить. У меня было очень плохо. У меня очень болели все суставы, все вот, ну, начиная, ну, вот все болело. Поэтому, пока вы себе будете ставить ниже животного или на одну планку с животным, ну, вот у вас такое будет в голове. Я четко понимаю, что я ем для того, чтобы мне жить. Мне надо жить, и я ем. Все. Это мое мнение. О кето-диете я вообще не хочу об этом говорить. Даже не хочу это обсуждать. Те, кто говорит обратное, что это, Боже, какая-то прелесть, ну, пусть каждый учится на своих ошибках. Вы что, думаете, я кого-то слушала, когда я на том же вегетарианстве или на той же кето-диете сидела, на сушке, когда я слушала себя для соревнований, без углеводку я делала себе, углеводы – это зло. Вы что, думаете, меня кто-то мог переубедить? Зачем кето-диета? Вам нужно вот это сухое тело? Для чего? Объясните, а что оно вам в жизни даст? Вы думаете, ваша жизнь как-то изменится? Вас любить больше станут? Вы лучше человеком станете? Нет, от вас, правда, вонять будет больше. Человек же – это вонючее существо. Мы же вот испаряем из себя все. Влага, душки всякие, да, мы моемся. А при этой диете все гораздо будет. Слушайте, bodyflex – это oxycise, да, как… Я этим не занимаюсь, но я могу сказать, что дыхание – это прекрасно. Дыхание продлевает вам жизнь, дает здоровье. Дышите себе. Разговоры о воде – это психологическая тема. Я не поняла. Нарциссы, про лолиту, да, она просто попала на нарцисса. Слушайте, ну мы так не на нарцисса попадем, так-то мудака какого-нибудь. Мы вечно куда-то попадем. У нас вот просто, вы знаете, призвание какое-то попадать. Куда-то попадать. Да, слушайте, я отвечаю абсолютно на… Я лев. На все вопросы. Тут меня уже контролируют, наверное, какие вопросы отвечать, на какие не отвечают. Вы как-то говорили, что хотите сделать скидку на какую-то свою программу. На-то я никогда в жизни такого не говорила. В жизни такого не говорила. Я очень ценю свои программы, я всегда делаю очень честно так. когда я запускаю новую программу, я ее отдаю даром. У меня здравушка была по 500 рублей. Просто даром. Любой мой курс, мечте быть, антижертва. Сколько ребят было там? Кто сам дом? По 500 рублей. Потом говорю, ребят, по 900 рублей. Потом по 2000. И вот так вот растут. Я всегда всем отдаю это все даром, чтобы люди брали, чтобы люди учились. Но потом я никогда не делаю никаких скидок. Я очень ценю свои программы. Я каждый год понимаю, что мои программы просто таких подобных нет. Нет просто. Я вот могу заявить, поэтому никаких скидок я не делаю. Но всегда на новую какую программу я запускаю, я отдаю ее даром. Отдаю людям эту возможность, чтобы они себе ее приобрели. А подскажите, как блогеры, как вы воспринимаете людей, залезающих в личную жизнь и патологично интересующихся чужой жизнью? Встречали бы людей, читающих мысли, как морально от таких себя защищать? Самое первое? Конечно, ну естественно. Господи, но у меня каждый день лезут в мою жизнь. Вы директ мой не видели. Давайте начнем с этого. Это у меня у мамы подружка. Она очень увлекается духами. Сейчас отступление такое сделает. Увлекается духами. Говорит, слушаешь, залезла в YouTube. Смотрю, дочка твоя там про молекулу рассказывает. А я же, помните, я делала видео, как я стала делать молекулу сама? Помните, такое было? Я, естественно, такая на радость, я записала это видео на YouTube, выложила, положила, получила трендюлель, кем вы меня там только не обзывали. Так вот. Она говорит, слушай, ну как хорошее, классное видео, все. Говорит, как посмотрела комментарии, ужаснулась. Говорит, как она вообще живет после такого? Я же говорю, вы не видели мои комментарии, не видели мой директ, как люди лезут в мою жизнь. Что я могу вам сказать? Что имею я вам сказать на этот счет? Мне глубоко на всех этих людей. Самое первое, что вы должны сделать, это ограничить общение с такими людьми. И не бояться заявить о том, что вам не нравится, когда спрашивают о вашей жизни. Я всегда говорю, когда у меня спрашивают, сколько я получаю, или вот у меня там, а покажи своего мужа. Я всегда говорю, вот вы знаете, я здесь, чтобы изменить вашу жизнь. Вот я хочу вам дать какое-то зерно, которое прорастет вас и изменит вашу жизнь. Скажите, пожалуйста, фотография моего мужа как-то изменит вашу жизнь? Скажите, пожалуйста, почему вы, чужая женщина, интересуетесь моим мужем? Как бы, что произойдет в вашей жизни, когда вы увидите моего мужа? Человек это делает для того, чтобы еще больше влезть в вашу жизнь. Не держать таких людей рядом с собой и смело им говорить, что изменится в твоей жизни, если я рожу второго ребенка или первого. Это как-то повлияет на твой заработок? Я не могу понять, что ты так хочешь, чтобы я что-то сделала? Это повлияет на твою жизнь? Ты получишь квартиру? Что? Ты похудеешь от этого? Он скажет, че, пап? Ну, бьют, пусто, спрошу. Ну, тогда как бы и не спрашивай. Это надо быть смелым человеком. Смелым человеком, чтобы так сказать. Встречала ли я людей, которые читают мысли? Да. Я вот с мужем читаю друг друга мысли и с подружками у меня точно так же. А в смысле вы имеете в виду посторонних вообще людей, которые могут читать мысли? Нет. Только в кино. В кине только встречала. Да. Да, вот тут кто-то говорит веганы. Поясните контент Андрея Рожкова на YouTube. Я думаю, вы для себя важнее, чем жизнь животного. Люди не понимают этого. Человек – это самое высшее существо здесь, на планете Земля. Самое высшее существо, которому поклоняются все. Человек. Мы должны убивать ради того, чтобы выжить. Есть, да? Не ради своей прихоти стрелять в животных. Для того, чтобы выжить. У растения нет нервной системы. У растения другая система. Оно чувствует боль. У растения… Знаете, опять-таки же, кто вам это сказал, что у растений нет нервной системы? Я же только что объяснила. Нас в школе учили, что камень – это неудушевленный предмет. Ну, учили же, ребят. Ну, камон. Каждый человек, кто занимается энергетикой, вам скажет, что растения все чувствуют. Камень – это живое существо. Я не знаю, Я сама еще не знаю в своей голове, но я уже знаю, что это живое. Вот. Поэтому нам легче сказать, что у растений нет нервной системы, оно не чувствует боль. То есть, понимаете, наш умишка, вот наш умишка, мы людишки со своим умишкой. Не можем познать что-то большее, какую-то другую цивилизацию, а растения – это реально другая цивилизация. Мы не можем познать своим умишкой. И ученые наши не могут познать умишку. Поэтому мы заявляем, растения боль не чувствуют. Ну, это же булшит. Ну, ребят, если мы чего-то не понимаем, это же не значит, что этого не существует. Мы не понимаем цивилизацию других планет. Нас со школы научили, что там никого нет. Значит, этого не существует. Все. У нас все легко и просто. Если наш мозг не понимает, значит, этого не существует. Я еще раз говорю, вот, девочки, кто занимается энергетикой, вот каждый, кто занимается, серьезная энергетика, меня защитят. Слушайте. Откройте глаза и изучите возникновение человека и формирование микрофлорий. Микрофлорий. Кто пишет книжки? Я не знаю, что вы имеете в виду, но мне так нравится, когда вы опираетесь на какие-то издания литературные, и вы считаете, что это истина в последней инстанции. Но это такое заблуждение. Это то, что вам дали проживать оттуда. Ну, как бы, в смысле, не Всевышний, а управляющий цивилизацией на Земле. Вам дают только то, что вы должны проживать, проглотить и растворить в своем желудке. И я просто смеюсь, когда мне, почитайте, в той книге так написано. Да человек только недавно понял, что такое миофасциальные связи. Простите, это совершенно, может быть, другой пример. Всегда считали, что фасция в человеческом теле, это не нужно, это вот так вот. Только сейчас ученые, врачи поняли, что фасция это королева тела. Фасция, блин! Что из-за фасции, из-за жатой фасции мы получаем огромное количество заболеваний. Всегда считалось, что это nothing. Как перестать беспокоиться о загрязнении окружающей среды? Это вы же только что мне писали про животных, как перестать? Ну, у вас, по-моему, слушайте, у вас серьезная проблема, гульжан. Если вам в жизни больше нечего как беспокоиться, там не беспокоиться. Сидит девочка гульжан в своем маленьком городишке. Извините, если я неправильно произносила, и бедненькая только и беспокоится. Боже, я беспокоюсь, беспокоюсь, пластик, животные, рыбки. Ой-ой-ой, я не буду ничего есть. А там, понимаете ли, почва от жизни идет прекрасно. Что вы поменяете в этом мире? Знаете, что поменяете? Не бросайте пластик, не покупайте в пластике, не бросайте пластик. Не знаю, съедайте пластик, в конце концов, чтобы не засорялся, съедайте пластик тогда сидите все пакеты зато вы поможете миру мир гибнет это то что нас опять таки жена впихивает голову все друзья мои у меня заканчивается время хочу сделать маленькое объявление сейчас кто в россии все могут заказать мой эликсир для лица у кати грубенко или старый стоп опять-таки же напишите там уже все начались уже нормально налад налаживаться продажи вы можете заказать этот эликсир поэтому потому что россия снг заказывали у меня можно уже заказывать там все по всем вопросам пожалуйста обращайтесь ко мне директ записывайтесь все вам самого доброго до свидания до свидания